Светлана Леонидовна встречает необычных гостей. По ее приглашению прибыли волонтеры фонда рационального природопользования. Пришли за старыми холодильниками. Ну вот это я смотрю, холодильник Минск. Легендарная модель, да? Долго он у вас послужил? Ну лет 30. Сейчас его надо утилизировать. Вот вам своими силами. Своими силами, конечно, это очень трудно, это надо договариваться. В рамках акции школа утилизации предусмотрена адресная помощь. В этом году мы ввели впервые сбор именно у пожилых людей, у ветеранов. Мы объезжаем сотрудники контрольного управления. По заявкам ездят, вот летом было 15 заявок. Хотя можно и не ждать самой акции, которая проходит дважды в год. В любое время устаревшую бытовую технику можно отвезти в мегабак. По улице Коминтерна, 25. Но если телевизоры и компьютеры оказываются в общих контейнерах, во дворах, это не лучший вариант. Это экологически опасные отходы. Мы научились отделять пластмассовые бутылки, батарейки. Научились отдельно утилизировать те элементы бытовой техники, которые отслужили. Если мы будем продолжать это дальше, то я думаю, это реальный вклад в улучшение экологической обстановки на территории нашего городского округа. Да, бытовой техники становится все больше. За несколько минут собралась целая куча. А сколько ее скопилось на складах предприятий и организаций. В ходе акции есть возможность утилизировать ее бесплатно. А главное, вся она пойдет на переработку. Если вы хотите выбросить технику, не надо ее выбрасывать в обычный контейнер. Не выбрасывайте хотя бы потому, что она уже не пойдет на переработку, а будет захоронена на полигоне со всеми ее тяжелыми металлами. В течение трех часов собрано около 20 тонн. Такова сегодня потребность в утилизации ослужившей свое сложной бытовой техники. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый Мэтичинский.